Девушки отдыхают 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 Человек, который не причащается, вот сектанты не причащаются, это все грубое, топорное, один сказал, вот у вас вера, говорит, как голая оглобля, нет никакой той нежности, той чудотворности, сказать, которая бывает у святых, они этого не знают. Если они начинают что-то духовное говорить, там падают, дергаются, ползают, орут, кричат, это гласоналия, пятидесятники, харизматы. Они не могут мыслить всеохватно, зрело. Вырывает один стих, вот суббота, субботники, он ничего кроме субботы не видит. Все западные только субботы, а он субботу не понимает меньше всего. Он не понимает, что это зрение субботы, вынешне тогда я не буду мешать. Она образно указывала на воскресенье во Христе, суббота это шапот, покой. Нам можно ощущать, что человек причащается, он должен ощутить. А если я вижу, что он мертвый, я его иногда спрашиваю, ты причащаешься, нет, у нас есть такой человек, он хороший, никогда не откажется помочь, просто жертвенный. Но все это, и притом, вот сонно мертвое, не тронь, не задевай, он ходит, улыбается, все нормально. Но подвигнуться где-то, помочь, духовно, поднять человек, он не может, он мертвый. Он не причащается больше года, и поэтому по нашему правилу он стоит соглашенными. Соглашенными. То есть он уже кандидат полностью покинуть, почему он не покидает общину, но выгонять не будешь, и он нужный. А как-то бывает так, что-то пообещают, и не сделают, и все-таки. Даже нужды никакой нету. А человек, который исповедуется, причащается, в нем какая-то обязательность, я грубо говорю просто, и румянец. Румянец не в этом смысле, как мы привыкли, а это жизнь. У меня отец вот так руку ему оторвало, напротив, кисть. А когда уже операцию делали, видимо, воин ЕСНРский, Лука делал, как по ему рассказывал, у него уже вот здесь только культика была, вот так вот, и тут ему завернули шкуру, он, отец, тоже, шкуру завернули, дальше отпилили руку, а потом, вот. Ну и, хоть он молодой, а все вместе с раненым, ему давали спирт, это отец рассказывал. А отец-то он любил выпить, ему того и надо, а выпили, что у него аппетит, а потом, бас, ему не дают. А врач сначала осматривает, а отец говорит, он рассказывает, а почему из рациона убрали, это, что... А врач зеркало показал, а ты посмотри на себя, ягнём, он говорит, а у меня как яблоки, щёки красные, всё. Уже не надо, а организм уже работает. То есть, в данном случае спиртное ему послужало на пользу, потому что он полностью разбитый, кровь у него набрала сил, он всё ест, он там рыбу, мясо приносит, он молотит. Вот это жизнь человека, когда он причащается, в нём незримо присутствует вот эта благодать, сопричастность к естеству божескому. Это я не стал бы говорить так выспрянно, но это действительно так. Повторяю, что мне больше может Игнатий Брянчанинов, нравится Феофан Затоник, он у него такое грубоватое выражение, но оно чётко доходит до сердца. А человек не постится, он говорит, причины разные. А причин четыре. Я болею, не могу, гастрит, перитонит начинает, другой. Он говорит, ну а чё толку поститься, когда мне нужда будет, я попощусь. То есть они... И третий начинает ещё, а он говорит, причина одна, не хочу. А вот когда умрёшь, и тебя демоны потащат в ад, хочу, не хочу, а пойдёшь. А он был один из самых умных, грамотных людей. Он переводы делал с греческого, с еврейского, епископ, вышинский. И он знал, конечно, другие обороты речи. Я мог бы заговорить языком Цесселона, Сократа, но дал мне память. Но я разговариваю языком Священного Писания, Библии. Говорят, как часто надо причащаться. Споров много. Одни считают чаще, другие реже. Он раз усыновившийся обычай, и этот обычай продиктован тем, что священник внимателен. И такое во многих это полностью всё старообрящество держится четыре раза в году, во время поста. Когда пост великий, рождественский, успенский, это вот. Всё настроен, постится, и тогда причащается. Без этого жизни нет. Он может быть даже активный, может всё делать, но у него такие ляпы, такие проколы. Каждый раз Ахнат говорит, что с тобой делать, как ты можешь? Да я как-то не подумал, не подумал это одно, но ты даже и не заметил этого. Это внутреннее. Я сделал замечание, сейчас был у отца Кирилла, у него на стене выдержки Писания, но он всё это приписывает мне. У него не было этого, а теперь они его слышали, полюбили. Они сделали, он кому-то это поручил. Но я люблю, Слово Божие, я начал читать, бежу на первой же странице, ну, листики висят, на разные темы. У него ошибка, вижу две ошибки. Третью смотрю, три, а ещё всё что сделали, там буквы отдельно закрыли. Ну и когда обедали, я сделал замечание. Ну, мигом это переправлять. И он тоже тут же написал, у меня вот там в сумке лежит, могу даже сейчас показать, которые он приготовил, там куда-то в Рео Новости материал, о моём пребывании у них там. Ну, писатель настоящий. Но он самой сутью хватил. Игнатий сделал нам резкое замечание, что из Писания сделали ошибки. Мы, близкие, вывестили больше года, и вы ни разу не прочитали, никто не заметил. Да какие вы же, когда гречи своего владыки, как президента указа, и вы так к нему относитесь. Я ему сказал, это от него зависит. И то, что другие его знают, чести ему не делают. Какой же ты настоятель, если у тебя люди не знают Писания, не наблюдают даже за ошибками. Значит, им это всё равно. Но он это написал, и этим он привлекает к себе. Он такой же, если бы выражение, простандыры. Пользу, не пользу, он не думает, он пишет и всё. Часто причащаются, батюшка наш знает, отец Айти, вот мой родной брат. Эти люди делаются буквально бесноватыми. А почему? Неготовность. Чем чаще причащаются, тем лучше. Ежедневно собираются по домам. Но дело показалось, что люди не готовы. И получается, что многие, Павел говорит, больны, многие, и немало умирают. Потому что недостойно причащаются. Если бы мы могли разговаривать с мёртвыми, как было у Макария Великого, то можно было прийти в больницу и в морг, даже в больницу. Вы болеете? Болеете. А почему? Ну, могли бы сказать. Но если бы сказал Дух Божий через них, все в один голос сказали бы, вы недостойно причащались, не рассуждаю о деле Господне. На кладбище священник пришёл бы, кто-то громко крикнул. Скажите, вы умерли, какая причаща? Ну, там рак, авария, там что-то... Много что можно сказать. Но Писание говорит, что ты немало умирает. Священники – это убийцы. Убийцы – заразители. Они заразители, которые болеют, недостойно причащаются. Ты же допустил. И они – палачи, потому что немало умирает. Немало умирает, значит, ты виновен, что причащал. Я за того, говорят, мое вот это тело, вот так кусками буду резать и кормить собак. Лучше, нежели тело Господне дам недостойно причащающимся. Недостойно причащающийся, повинен смерти. Недостойно. Как не рассуждая в теле Господне, что это умер Господь, что отдал жизнь свою, что поранил за нас кровь. Мы себе не принадлежим. Мы – Божии. Мы – Божии настолько, насколько может быть единение меня с самим собой, с внутренним человеком. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нём. Это сделал Бог. А вот причастие, время причастия, должна совесть тебе подсказывать, что заготовка к причастию. Да, не он, священник, решает, кого допустить, а ты. И посему испытывает себя человек. Писание говорит, да испытывает себя человек. Что тут непонятно. Не меня другой будет испытывать, но да испытывает себя человек. Как приступает. Ну опять, священник должен видеть, нужно ему причащать или не надо. Не надо почему громче? Еще раз. Священник понимает, что нужно ему причащать или не нужно. Священник уже должен видеть, нужно ему причащать или нет. Видеть должен. Ты себя видишь, когда причащаешься, хорошо? Мы друг друга и видим, с каким намерением сказано. Лучшие братья мы рядом со мной. И у нас не всегда бывает мирно. Меня трогает, когда я делаю какое-то дело, но лишь бы сделать. Вот он снимает, говорит, я сейчас смотрю, говорю, крайне непрофессионально снято. И не в аппаратуре дело. Ты не заботился о зрителях, и теперь люди смотрят. Ты мог сделать, чтобы у тебя не прыгало, не дрожало. Зачем ты шел во время, когда снимал, потому что было не дело. А какое это отношение? А вот это, если плохо ты сделал на работу, он ее до причащения не доводит, до петли доводит. Человек теряет все. Он должен быть внимательным, слышим. Так Писание говорит. Ни под каким видом, нигде не поддаваться на то, что говорят люди вопреки Священного Писания. Написано, да исследует себя человек и таким образом приступает к телу Господню. и к чашей Господню. Испытает само себя. Но если совесть уже не обличает, что человек... Сожженной совести написано. Есть люди сожженные в совести. Совесть его не обличает. А это уже явно всем. И когда говорят, продает ему какую-то недоброкачественную сельхозпродукцию, а выхваливает, люди берут, пришел и говорят, я у тебя покупал, у тебя покупал там фрукты-то. Это же половина червивая. Креста на тебе нет, деньги взял, я едва в участь. Креста на тебе нет. Это было упор очень душой. А иногда человек говорит, бессовестный. Это настолько серьезное обвинение. Бессовестный? А что такое совесть? Что такое совесть? Я говорил для себя, это мои наработки, и я за них крепко держусь. Я отвечаю, совесть это тот участок души, через который слышится голос Божий. Участок, не вся душа. А когда бывает всеми фигурами, человек слушает тихо, мирно, и он сразу чувствует, что Бог сказал, уходим из этого дома, дом этот погиб. Это только паникатор принял. А ученик, он соскочил и узнал, что тут еретик живет, и он говорит, бежим отсюда, там выль. Он говорит, учитель, ты все время думаешь о Боге, даже спать не даешь. Он говорит, так, обрушится дом. А ученик и говорит, ну, обрушится, но ведь дом-то недавно построенный. Недавно, на крепость Балок я не орущаюсь, бежим. Выскочили, в это время дома рухнули. Это внутренним духовным органом он это понимает. Я вот зачем поехал, сейчас с Сергеем говорю. Ну, любой понимает, дурью мается. Ну, никто не делает. Какая Россия, возьмите сейчас, до Португалии, никто, ни здесь, ни там, ни в мире там никто не делает, то, что мы делаем. Вы являетесь сопричастниками этого дела. Так люди же ездят, они везут Евангелие или что-то, они везут не свой труд. И не везут там в библиотеке или где-то что-то. А тогда что, это настолько важно. Я расслышал голос Божий. И ваше мнение меня совершенно не интересует. Ни ваше, ни президента. Я для Бога делаю. И сбить меня с этой позиции пока никому не удавалось. Почему? Потому что я вижу обильное благословение. Вот только ехать, сейчас только позвонили, где заезжать в шахты. Даша, сейчас выходил Марьясов один, бывший шофер. Вот такая вот у него борода. Патриарх настоящий. Он дальнобойщик. Он уже в Кропоткиной будет ждать нас на выходе. Кропоткина. Встретимся. Это Бог делает так. Поэтому причастие нужно, без него не спастись. Но вне церкви нет причастия. Ни у баптистов, ни у кого они просто говорят. Они так и говорят. Это воспоминания. Это не тело. Воспоминания. А у нас это реальность тела. Католики выявили даже такой принцип, что в реальности, в двух моментах мы встречаем Христа. Это в причастии и в Папе. Причем тут Папа. Ну, Папа на месте Христа на земле. Я признаю церковь католическую. Могу благословиться, но признать примат пацу, то есть руководство над всеми, никогда и никак. И это не соответствует действительности. Вышел на меня один из Литвы. Хороший. Ну, видно, просто с человеком разговариваешь. Хороший человек. Ну, католик. И он первым делом заговорил о Папе. Я ему отвечаю. Он больше тем это не касается. Я не знаю. Он зовет у нас двор, ночует, и то, и другое. Бог знает. Ну, там может быть и не будем. Если ты любишь Христа, тебе только одно важное. Мнение Иисуса Христа. Как он на это смотрит. Я проверяю себя на молитве, вижу, что я делаю то, что повелено Богом. Апостол Павел говорит, иду, и говорит, в Испанию. Мы едем в Испанию. Вы просто прочитаете. А я скажу, Испания, я там был. Мало видел, григаду не пел. Но, а там было. И апостол Павел, идя проповедовать, он мог сравнить свой путь с тем путем, которым ведут его товарищи-фарисеи. Ничего общего уже не было. Я расслышал голос Божий. Набрали. Вот только в одном доме мы сколько оставляем. А ведь, вы видите, сколько домов. Каждую строчку надо было печатать. Каждая восемь должна быть оформлена. И в каждой книге, в каждой, я ссылок делал около трех тысяч из Библии. Тысяч. Это надо знать было по тематике, где взять. Во время разговора опять его вставить и взять один стих или несколько стихов. Это понятно, что мне несчастность. Вот как вот себе отречься и посвятить жизнь Богу? Все-таки дети, дети, жены там и все. Ну вот это кто-либо отца или мать детей, жену больше, чем меня, не достоин меня. Вот и все. Бог сказал, и на этом все. Я по велению выполняю. Я выполняю миссию его. А если жена, где-то дети... Ты смотри предел, за которым смерть. Да, надо помогать. Написано, что жена-то заботится, как уводить жене. А ты в скобках поставь, и никогда ей сроду не угодишь. И ты поймешь, что это твой труд напрасен. Есть разница между замужней и незамужней. Замужней заботятся, как уводить мужу. А я говорю, в скобках напиши, и никогда ему не угодишь. Он будет все больше придирать, все больше требовать. Когда тебе не надо, он свое будет влезти. Не всегда так получается. Ну, я рассказываю, как в жизни бывает. Если у одного не так, не означает, что общий принцип нарушен. Нет, конечно. Ты должен так решать. А уходы здесь и нужно. А если я буду, а меня арестуют, а жена как с детьми проживет. Ты иди и страдай. Протокоп по вакууму, как у ее семеро, кажется, ребятишек было. Влюпли, он, надо пойти, говорит, связали у меня по рукам и ногам. А у него жена была. Под стать ему. Вот фильм раскол, Анастасия Марковна. Она говорит, иди, а, Петрович, посекай поросль сорняки среди поля растущие. Ты о нас не думай. Вот это такое жену иметь, это дело другое. Она сцепляться не будет. В житиях есть такое. Их нельзя было, они крепкие ребята, нельзя было сломить. Молодые. Их арестовали к смерти. Надин говорит, ну ты сам подумаешь, ну же наши кадры, ну, генофон страны уничтожать. То отпустите их домой, у всех жены, там, дети, у другого, мать. И они их уговорят, а вы им скажите, если они не будут такими, их казнят. И они уже было поплыли. Но, нашелся один и говорит, что вы делаете? Это все уйдет. Жена, дети, это мгновенно. Этого не будет. А у другого мать престарела, он ради матери. И он им всем рассказал, все, и они все пошли на казнь. Домашние ревут, за руки ноги хватаются. Вы временные. Нормальный мужик, семья. И вдруг с крыши видит воина, идут, шагают, арестованных священников ведут. Они увидели его, они его знали. Он такой ревностный был. Мордарий, привет. А куда это вас? Он говорит, на расстрел ведут сегодня нас. У нас праздник души. Он мигом с крыши соскочил и к ним туда. А там человек знакомого увидел. Говорит, ты беги к жене, скажи к детям. Домой я уже не пойду. Сегодня казнить будут. Такая дружина, срода ты не найдешь. И все на этом. Он забегает, ну видно, что он со стороны этого. Солдат, куда ты лезешь? Это огонь. Я хочу быть с ними. Пускай. Собаки собачья смерть. Запусти его. И он с ними пошел. Это огонь. Его нельзя потушить. Огонь любви стилем. И многие воды не потушат ее. Я люблю Господа, и поэтому это вот я делаю. Кому-то не понравится, осудит. А мне это абсолютно не касается. Я делаю дело Господне. Я знаю, меня ждут люди. Меня и братьев моих. И мы везем им дары. Вот это сделают в вашей библиотеке. В Ростове-на-Дону, в разных районах. Мы всю Ростовскую область проколесили. Кроме Ростовской области мы пошли все... Ставрополь все прошли в прошлом году. Каждый район. В каждом районе мои книги вот эти есть. Кроме того, мы куда пошли дальше? Краснодарский край. Краснодарский край. Тоже мы его не искали. Адыгея. Адыгея. Ну дальше шесть мусульманских республик. Это только здесь, не считая дальше Армению и прочее. Я делаю дело Господне. Сейчас в Украину не попадешь. А мы в прошлом году, у меня везде с каждой городской справки. Из Киева, в Киеве, в парламентской библиотеке, в национальной. Инотихич, у вас дары от Бога, таланты. А человек по-обычному, как угождать Богу-то обычному человеку? Почему никто не спрашивает, как любить жену? Как-то догадаются все. Никаких уроков не пропадают. Почему? Любовь. Понимаете? Любовь покрывает и открывает. Даже больше, чем положено. И так и здесь. У меня талант. Какой талант у тебя? Ну, я вот могу то делать. Это не каждый, что вы делаете. Это каждый должен делать. Вот я поел хлеб сейчас. Рыбой закусил тут. Я дальше не думаю ни о хлебе, ни о рыбе. Почему? Там дальше устройство внутри есть. Соки идут. Отдельно идут на волосы у меня пойдут сейчас то, что я съел. Другое пойдет на ногти. Третье пойдет на ладонь. Четвертое на силу, мускульную энергию. То есть все это делается так. Так в нашем организме, естественно, с нашей душой соединяется любое Богу, выраженное в делах. Я хотел молчать, Елене говорит. Я усилился, не буду никому говорить. За это бьют, у меня уже живого места нет. Но внутри меня был как бы разлитый огонь, он вырывался. Я не мог молчать. Я в тюрьме, когда был в лагере, меня не могут заставить молчать. Они убить могут, а молчать нет. Почему? Я молчу. И следователи сами приходят, спрашивают. А я не знаю, начальник тюрьмы вызывает. Тот зубами с крыши, что он уже начальника тюрьмы, брата уже начальника тюрьмы, полковника. А он вызывает, каждый день со мной беседует. Но другого таланта нет. У тебя другой талант есть. Талант молчать. И молча молиться. У меня день начинался в тюрьме, подъем в 6 часов. Я всегда вставал в 4. Ну, найдите мне еще, у кого так было. В 4 это не приблизительно. В 4 стрелка только поднялась вверх. Секундные со 60 я, наверное, соскакиваюсь в кровати. Шпонка называется. А охранники в глазок смотрят. Он говорит, лег, говорит, на меня. Руку не шевелит. Вот сейчас заметьте. А в камере горит свет круглосуточный. Часов ни у кого нет. Во сколько вставать? Ну, там звонок будет. Ровно в 4 часа. Я на ногах. Я соскачил прям быстро, соскакиваю, как будто на кровати не лежал. Что это? Перед тюрьмой я просил, Господи, дай мне духа молитвы. Я был настолько недосягаемый для следователей. У меня было 12 кандидатов наук, которые меня так задействованы. В разных городах. Я не могу сказать точно, но не менее 7 следователей, которые по Советскому Союзу разлетались, собирали на меня материал, у кого пленки. Ничего не нашли, ничего нет. Я люблю моего Господа. А что простого делать? Я простой и есть. Я ни одного класса, ни семинария, ни академии. У меня ничего нет. У меня вообще образования никакого нет. Ну, не считаю, что 10 классов, техникум строителя, там, на что бы. Ну, мужские где-то. И я не считаю это... То есть, что я знаю, что это, да, это талант, но не такой талант, который не достигают. Да, но я его шлифовал-то 50 лет. Я 50 лет шлифую его. Я сегодня дорогой рассуждали. Кто-то что-то делает, я высленно проигрываю, а как бы я это делал? Это талант. Почему ты это не делаешь? Кто-то вышел из этого дома, поел. А ты пригляделся хозяйке, как она делает, что делает? А в дороге, приехать домой, жене там другим рассказать. Вот я заметил человека, незнакомый, и она заботилась, чем их кормить буду. Все рассказал, ты не думай. И я уже другим это рассказал. Ты не знаешь, что, Татьянушка, сидишь дома-то. А молва, тебе уже далеко идет. Что сердце, любовь. Талант таланту разница. А это всеобщее, как переваривание пищи. Как дыхание. Я не буду дыхать. Я не думаю, дышу, легкий кислород, и думаю, сколько азота выдохнуть. Ничего-то это естественно. И так во Христе жить, это настолько естественно. Так вы ешьте. Еще вот сидите. Сергей. Да. Все поедет. Ну хорошо, я слушаю. Я отпичка. Я делал, что сейчас уйду вниз, Татьяна Ильича, и сюда уже я не поднимаюсь. Утром мы уезжаем. Я, может быть, забегу, только в туалет. Нет, забежать. Во сколько вы поедете? И что вам приготовить? Если у вас светло уже в 4 часа, вы даже в 4 уже тронутся. Ну не меньше 4-х мы должны отдыхать. 4-х. Вам что приготовить? Ничего. Вы уже все приготовили. Ваша любовь поедет свою. Ну, рано не будем, мы где-то остановимся, в степи там пожуем. У нас сухарей в мешок, даже полтора. Вода, есть мед. А когда среди и обеда, два раза едим, а посредине у нас с собой разные зернышки есть, арахис. Вам меда в рамочке не дать? Меду? Да. У нас мед есть, не надо. А у вас такого меда нет. Ну, такого нет. Вот даже в снимок, видите, я меда режу сотки. Сотки. А то на счет такого... Я режу, я сейчас нету, но там был. Все, у вас вы пасеку не держите? Держим. Что, держите? Да. У меня брат держит. Вот тогда возьму. И я мед качала. Не, вы поняли? Сама. Вот. Вот если держите, тогда возьму. Она сама, сама качала мед. А если не держите, не беру, потому что мед это лекарство. Лекарство не делится, как едой. У нас мама всю жизнь держала пчел. И поэтому каждому она накачает вот фляга. Это все равно к тебе фляга. Вот ты день съешь, хоть два, хоть друзей зави. Ты распоряжаешься. Один год мало меда, столько. Даже высказать нельзя. Копали ямку, просто мили, чтобы никак не утекло. Колоды всякие заполняли. Прям не спел, только покачали, два дня приходит полная опять. Залили, залилися медом. И вот у нас огород большой, 50 соток. Идут бабы там с поля. Мать кричит. Бабаньки, вы мед это хотите? Хлеба у меня нет. Но нету хлеба там. Ну вы идете попутно с огорода, по два редка захватите до дома, так чтобы не зря идти-то. Ну а тут уже наедятся и ребятишки. У меня папа водил пчел 25 лет. А потом он брат. Я сказал, возьму сотов, возьму, потому что он у вас не купленный. И у меня принцип такой, у кого мед есть, я прошу, никого не угощай. Ты его береги, только ложечку стекловоды на ночь. Если у тебя желудок больной, я расскажу, как лечиться. Я очень хороший врач. Значит, ложку меда слизывай ни грамма воды. Медленно-медленно слизывай его. И после этого час ни пей, ни ешь. Один месяц только и ты выезжаешь. Это профессор на сами описывает. На все абсолютно влияет. Есть какая-то болезнь, которая противопоказанная. Я даже не знаю, что там, какая-то поджелудочная есть. Там какие-то добавки. Здесь ничего не надо, обыкновенный мед. Ну мед. Не то, что сахарный сироп дадут пчелам перекачать, а потом торгуют. Вот этот медок, прям вот он как бы на моей блага есть. Редкий случай, что вы в городе живете, свой мед есть. Я не против меда, я вырос на меду, но что ради-то лекарства? Это лекарство. На сдачу в деревне. Своил? Я бы сказал, возьму. Только надо посуду, чтобы вашу не брать. Во что-то положить. Так. Мы дома забыли вот такого размера чашку эту. Надо у кого-то другого спросить. Почему другого-то? Забыли просто. Она была потеряем, я не забыл, кто там был. Мы садимся, когда сухарей насыпали, бывает размочишь. А потом, когда будут, вечером я тру морковь. У меня терка с собой. А сейчас такая чашечка там все мимо летит. Она даже две была таких. Это целлулоидная. пластмасса. Ну, значит, что мне не сказали, я бы вам такую хорошую чашечку с крышечкой сегодня купила. Это крышки как раз не надо. Обыкновенно круглая сделать эту длину. До сих пор, допустим. А металлическая, что не подойдет? Нет, нет. Это нам не надо. Нужен пластмасса, да? Не то, что надо. Она дешевле и проще. Мне мы делали, нарежем помидоры, лук, растительное масло и соль. Вот четыре компонента. И перемешаешь все. Тогда едим с этим. Ничего больше не добавлять никогда. Никакой ни сметаны, ни... Нет. У нас, главное, две такие. Они лежат бездельные. Ну... Прости, балбес, сэр. У нас поговорка балбес, сэр. Это русские ездили там с шерифом познакомились в Америке. И где-то малолетки есть. И он ребятишкам два месяца дает. Ребятишкам суд приговаривает по согласию с родителями. И вот я спрашиваю, как звать? Он каблуками щелкнул и говорит, джипс, сэр! А почему ты находишься здесь? А родители не слушался, сэр! Потому что балбес! А полезно тебе? Да, сэр! Опять каблуками щелкнул. А ты сюда не хочешь? Нет, сэр, не хочу! Так ты же балбес! Не буду балбес, сэр! Буду слушаться. И опять ногой щелкнул. Вот. И мы это взяли за основу, как что не понимаю, балбес, сэр. Балбес, сэр. Поэтому так получилось. Вот. Сергей Всегор не верит, что мы тут сегодня с ним в одной койке. Собака сюда. Мама принесла платок такой, накинули. Собака встала ногами к нему, чтобы рядом. Тут интересно, он уезжает нам. Мы взяли, мама показала, там он, стойка ставит, и на заряженный плечок-то. Я говорю, да он уронит. Нет. Он, правда, там расшатал, он за хвостом-то крутится, ему двигаться надо. Я гляжу, мама Татьяна Миша там сидит и звонит телефон. Она, оказывается, села и своей тяжестью его придавила со стенкой этот комод. Ну, пришлось его брать. А он сразу перестал играть. Легко и все. И она тогда с комода слезла, пошла на кухню. Она самой собой заблокировала этот комод, который он готов опрокинуть был. Знаешь, какой? И она придумала глина накормить здесь. Я говорю, ты меня с собой на плите их там я ему добавлю. А он все, забыл про меня, только за ней следит, где она. У меня даже подозрение было, что она все-таки давала ему без меня. Легко давал. Она два раза пыталась сделать, я сказал, нельзя, никак. А вот он гляжит, что-то не шибко дружит. Все. Все. Пойдет? Маленькая? Маленькая, не пойдет. Тоже маленькая? Тоже маленькая. Пойдет, наверное. Понимаете, в чем дело? У меня должна пасть туда стерка, и я, чтобы ни то не летала. Это маленькая. И она высокая, она должна быть пониже, края в развал идут, тогда я нигде не задеваю. Вот так. Это не маленькая тачка. Не пойдет. Он что-то тереть, не сможет. Просто заехать. Я не смогу и горько здесь. Рубая, она все разлетается. Нет, мы достанем. Алюминиевая. У нас есть куда ехать. В шахтах, я спрошу, у них там полно. Ну что? Ну что, мы там маленькая. Нет, вот так. Татьяна Ильича, вы это, блины ему хотели соберите, вы это... Там лежат они. Да вы, наверное, уже скормили. Нет. Нет? Просто и на... Вот. А у меня подозрение, если вы, что бы, быши с вас родились, заберяли, вы его не прикрыли. Мне очень хотелось ему отдать нос. Я сказал, что нельзя. Так, как вы запретили. Да. Я сказал, я возьму, я ему там... А у нас с тобой собачий корм, галушки называют. Я туда добавлю, вот он сейчас поест. Вот сколько времени Сергей здесь. А то, у меня ураган. Нигде, никогда он столько не был, чтобы рядом. Он лежит, прям охраняется. Если оставлю здесь, ему наказать, он вряд ли пол подпустит к нему. Вот у меня собака. Я ложусь, сказал, жену не подпустит. А хотя она ее кормит. Охрана. Дверь, без крючка, бывает приоткрыта, ночью, ни один, ну мы тренировки делаем, будто кто-то в окно улезет. А потом я подсаживаю туэлирую в магазин, она мне деньги зарабатывала. Ну я однажды, кто-то взял там кувалды или кирпичиные камни, вывели стекло и схватить, скорее убежать. Как удали, она как вылетела там, как... Ну, улица приехала, большим счетом заложили, зайти-то не могут. Продавцы говорят, а мы как пойдем? Жить надоело. А на ней разницы нет, кто, ее территория здесь. Ну они, кстати, домой, у меня нет дома. А соседи говорят, в субботу, он молится в церкви. И правда, они меня там нашли в милицейскую машину и в ювелирный магазин. И тогда я ее снял, ну все, зашли. Все целое. Она все оправдала. Вечером, ну все, часов пять за мной, я в каске, в мотоцикле сижу, она в люльке, по сторонам, вот как, я легенда. В окно там выглядывает, смотрит кобель. У меня самка была, я всегда сам еще держал. Знаете, это же, ну простоя собака, но ты можешь столько в ней увидеть полезного для тебя. Как можно скучать в этой жизни? Ну а ты бы лежал, как Сергей, не знаю. Это выше обыкновенного человеческого подвига. Я к себе примеряю и вижу, что он работает. Я не знаю, я бы только плакал, может лежал и благодарил Бога. Но это тоже дар. Дар за людей, помнить о нужде. Я этого не знаю, что он мне помощник. Я отдельно молюсь о помощниках, отдельно о болящих, отдельно о милостях, которые там помогают, средствами. Так он у меня во все категории. Кого упоминаю, и там Сергей. Это здесь Сергей. Он захватил полигон, где есть. Ешьте, сейчас я выйду. Так, вопросы? Я думаю, что, Игорь, мне кажется, отдыхать надо. Если вам надо вставать завтра, надо поспать больше. Что он именно тот, который тогда сидел и разговаривал, и когда говорил ему, он еще в голову. Теперь-то я его знал. Сразу я его не признал. Я вас не узнал. Вы-то там в сидячем положении сидели, без машины. Да как меня его знать? У нас сколько людей? Сколько с вами общаются? Сколько лиц? Так он всех помнит и по именам помнит. А у нас было какое-то мгновение общения? Да. Все на всем. Тем горе, по компьютеру. Христос сказал слова, которые надо чаще повторять. Славу друг от друга принимаете, ищите. А от единого Бога не ищите. Священнику нравится, когда отцу Кириллу говорю, батюшка, благослови, священник, благословляй тебя. Им это нравится. Людям нравится это. А славу от единого Бога не ищите. Если от единого Бога искать, положение меняется. Я не должен так бездумно следовать, что говорит священник. Я должен проверять по Библии, правильно ли он говорит. Ударяю меня видео. А священник должен смотреть на пас. Что у нас горбатина тут стоит? Она дома не такая. Тут она дисконтом, а там она басом дома. Выворачивает. Одна пишет, и ей одна звать была. Все жалеют. Муж пьяница. Как пьет? Да пьет Тимофею. Ой-ой-ой. Да как ты терпишь? Сколько ты перенесла? А еет, она в этом плывет. Вот ее все жалеют. И один подсказал, начни молиться, что Господь может переменить все это. Ну начни с себя. Она стала молиться, и она увидела, что Тимофей ее такой, потому что она такая. А от этого стервозная бабинка была, пиздец, лезет. А мужика еще нет, он с горя запьел, выражение даже такое есть. И она когда-то все переменила отношения, и он стал ведущим. Он до времени был, она его удерживала. Так, насчет того, что говорит лица. Да мы же ходили по... Помыть. Ну что, а вот что же вы сидите? Да вот и спрашивают. Чего? Надо помыться же. Ну да, пожалуйста. А мы свои рубашки-то не взяли? Постирать на эти рубашки. Что ж, сидим, а я тоже забыл. Все постиранно. Постиранно. Надо добрать теперь. Ха-ха-ха. Все. Ополоснуться только чуть-чуть надо будет. Вот там. Я все свежее надел, у меня все свежее. Так. Ну что? Прошусь тому, что я схожу. Стируй, идите, они погребят. Вот он уже лежит. Еще его трогать не надо. Смотри-ка, как он прекрасно лежит. Садись на мой месте. Ну, пошел. Все. На моем месте очень прекрасно сидит. Идет. Значит, порядок такой. Я сейчас тут и сюда больше я не захожу. Я прямо из машины, вот они придут утром, садимся в машину, поехали, так? Да, да. Так у нас ничего не удерживают. С этой шахты позвонили, с Магасом решено. Ну и все. Прилягу рядом с собой, Валейка. Да. Вот мы здесь оказались, Сергеевна. Стульчик поставьте. Я бы не... Никак не могу приспособиться в Валейка тебя подвину к себе. У меня, видишь, это как бы неподнятая была, я бы легче лег. Ну так, по голову можно. Вот, Господь позволил встретиться. Познакомились. Я однажды с Сергеем познакомились и говорю, а что-то это у тебя платок-то на голове. А он... Я не знал, что с ним. А он когда рассказал, и вот все знают сейчас, что мы с ним дружим. И вот за это начинаешь хренеть. С кем-то связался, там, такой-сякой. а он никак не разряжется. Так. Вторую банку берет-таки принести сюда. Не надо, хватит ему одной. Не надо. Так, подождите. Возьмитесь с собой в дорогу. Так, подождите. Мы договорились уже с ним, я же не вам привез, а ему... Татьяна Григорьевича. Татьяна Григорьевича. Вот такая вот полная, но вот такая вот. Вы вырежете вот себе. Ну-ну-ну-ну-ну. Почему? Вот вырежете. Нет, я думал, что это будет отрезанное, положено во что-то. Не само вырежете. Если отрежете, то... Вы вырежете в пакет, вырежете. Я сказал, не возьмите. Вырежете, вы потом лучше разрежете. Нет, никак дорога у нас абсолютно негде. Не положить никуда ничего. У нас там книги, вы понимаете? В тягость. В тягость. Вот это вот вы положите какой-то маленький какой-то сосудик. И все. Вот это вот только счастье. По проводам. Только не стеклянный стекло мы не берем. Потому что он у нас все расцепится. Полиэтилен, немножко, чтобы показать вашу. Вдвойной. Знаете, тихо, да какой же наказ тут? Наказа прошу. Какой наказ, говорю? Какой? Мы все полезны друг для друга. Следите, может, что будет. Но Виктор-то вам накачал. Будь здоров. Мне работы хватит. Сейчас на неделю. Я вот думаю, как вы будете. Ролики. Там-то найдете вы людей, которые выставили бы вам. Не могу сказать. Ну, в Греции. В Греции. Там есть марина. Я думаю. Ну, можем делать. Определенно, четко сказать. Пусть туда заливают видео в Сенате. Ну, как с Евгением договорились. О всех адресов я уж сам заберу. В Греции могли бы. Я адрес-то принесу. Сейчас я помню. Значит, вот это определенная четко. Так, теперь эту... Из Франции это... Поблагодари. У нее никого нету. Она одни, а она идет в монастырь. Только и все. У нее никого нету. Она одинокая. И спрашивает мне еще. А благодарность, мы можем выразить. Пошел. До свидания. Золотые твои рученьки помогали мне столько. До свидания, Мария. С Новым годом. Увидимся. Проститесь. А, чуть-чуть нам не досохли. Так, ну так. Сейчас я... А, это моя? Сейчас я сверну. А, не надо. Я сомневаюсь со мной. Это в мешок. Это тоже не надо еще. Еще тут. Да что, я смотрю, что работаю. Уже формирую там все. Расставляю. И натихщик. Я там микрофон передал. В общем, микрофон. Теперь будете прицеплять сюда к рубашке. Лучше бы звук хороший был. Да как какой. Его надо соединять с чем-то с провожами. С камерой. А, ну пускай делают. Уже все сделали. Пожалуйста. И будет звук идеальный вообще. Вот когда ветер снимет. Я сколько раз об этом говорил. Я сам добивался этого. Когда бывает, где-то выступает у них такой беленький свет. И все там... Ну, такой не получается. Нет, это какой-то должен быть, на который поступает и снимает. Да, он просто заряжать нигде его будет. Где у него кот-то? Ушел где-то там. А? Ушел, ушел куда-то. Ушел. А сейчас выходил, я видел. Комнаты. Тут у меня в ногах день и ночь лежит. Так, мы сейчас побежим скорее. Я вижу, мама в окно, сколько закрыла. Я все утро тут, где-то с двух часов все. Бабушка какая-то тут двухсобачек выводила. Ночью. Я там Александру Марьясову написал, он вам там денег еще передаст, потому что у меня налички не было с собой. А это кто? Ну, он от меня передаст там деньги. Ну, жена, наверное, ты не выходила, нету? Ну, ее никак не вызовешь. Вызвать нельзя. Ну что, едем, а уж как Бог даст. Главное качество, делаем это добровольно, с желанием и сознанием. Опыт у нас уже достаточный для того, чтобы завершить эту миссию. За рубежом нам больше никогда не быть. Это тут так все Бог свел в одно, что все мы хотели. Я пошел, даже аппарат не взял. Я-то думал, утром не быть. Думаю, скорее-скорее. Так вот рассудилось. Значит, мы сегодня бы 24.00 должны перепресечь. Мы теряем около двух суток. Ну что, пойдем мы. Мы дорогу уже помолимся. Здесь кратко совершим молитву. Молимся за вас всем. Да, Бог да. А этот-то второй мужчина, обезборода, который был, он там пошел. И остановился, еще долго стояли мы с ним. Ну, он интересуется тоже. Ну, маленько видно, что его еще-то трогают. Он начинал разговоры какие-то, и такие подводил в тупику. Выход только один во Христе. У него разные вопросы. И он как-то их заводит прям сразу в угол. Дальше видит, что ему идти не куда, даже в разговоре. Доброхот надавища обоих любит. А вот Бог, Бог взял, вот почему вот это все. Все эти почему к одному сводятся. Бог сделал человека свободным, я говорю. Он никак не, эту мысль, не проталкивается она у него. Он дал свободу. А в этой свободе я отображаю божество. Он свободен, Бог, и меня по образу сотворил. И Бог предложил жизнь и смерть. Вода, огонь. Благословение, проклятие. Но добавляет, зачем тебе умирать, избери жизнь. Я вот избрал. Я избрал сознательно. Это радует меня. А вот он в это время идет, ищет по машинам по чужим. Но то и другое несоизмеримо. И внутри недовольство какое. О, гляжу, она там. Стал вроде как маленько получше видеть. Но не на выгодит. Все. Все, скажи, искали. Надо было почаще выходить. А теперь все только до Греции. А в Греции там что попадется, не знаю еще. Совершенно невероятное было дело. Даже встреча эта. Могла ли она быть? И так все подвело. И все думаю об этих англичанах. Как Бог отвел от этого. Их была эта идея. Но мы им сейчас раскинули. Они если зайдут, мы их найдем. Ну да, ответить-то он должен сегодня. Ну, если ответить. Вы какие-то сможете к нему? А к нему? Я вам это не оставил. Имя, фамилия, какие он? Си Сенис. Сейчас я запишу секунду. Си Сенис Андрей. Надо было мне вам пароль оставить. Я не захватил, вывалил все там. Я найду его. Нет. Пошел сейчас что-то коленку тут скребет. А у меня, посмотри, что. Какая дыра в кармане-то. Провалилась эта медаль. Она мне ногу скребет. Я думаю, ничего. Главное, что сапоги. В сапогах я ничего не потерял. Прямо вся совершенно дыра. Откуда такая дыра, я бы не знаю. Си Сенис Андрей. А город проживание? Город какой? Где он? В Лондоне? Где живет? Где живет? Живет где? Ну, где в Лондоне. Где-то, наверное, там. Си Сенис Андрей. Надо было просто... Я флешку не взял. Я не думал даже заходить. Она у меня в кармане была. Но так как я этой дырки испугался, все выложил. У нас сиденье закрыто этим. Ну, да, дырки опасные такие. Как вы? Опасные дырки такие. Ну, я сейчас зашью у меня... Нитки, иголки, я люблю. Всю дорогу шью. Значит, рубашку зашивал. А рубашка такая... Вот такими слоями заплачивает. Сядь, сядь, сядь. Но она мягкая, и мне-то надо надевать ее. Кто там видит? Ну, кому если показать, никогда никто не подумает, что она носимая. Она чистая, хорошая. Сергей, он переписывается с Анной. Давай, брат, отпустишь. Может, через Анну сможешь зайти к нему. Хорошо. Все. Мы совершим краткую молитву. У нас времени совсем нету. То есть мы уже запредельно проштрафились. Не знаешь, куда повернуть все-таки везде японию. Я-то не поворачиваюсь никуда. Ну, обстановка говорить. И все тут говорить. Считать даже не надо. Божья, милостью, водной и грешной. Создавая мне, Господи, помилуй меня. Обещу справиться и грешил Господу. Прости меня, грешно от погиб. Замолитесь, святый, хотя старший Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь, святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный. Помилуй нас, святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный. Помилуй нас, святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный. Помилуй нас, слава отцу и сыну и святому духу, на ней пресня, и молитву, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посетители, немощи наше имя и по его ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Непресной, и Валикой, и Поварни, Отче наш, ежеси на небесе, да святится имя Твое, да примет Царствие Твое, да будет воля Твоя, ехо на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам здесь, и остави нам долги наши, якажи, мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лука в огонь, ибо Твое из царства силы и славы в облике, аминь. Восставши от сна, преподавайте блажей, ангельскую песню, пейте сильный, свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, отодрай сна, воздвигайся, Господи умой, просвети сердце, уснивая твердой воежье, пейте святая Троица, свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас, и на ней, пристая во веки, не полами, внезапно Судья прии, и кое Гожие деяния, обнажаться, но страхом зовем полунощи, свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, отста, восстав, благодарю Тебя, вся святая Троица, а ко мне герой Твоя благость и долгутерпение, не промиллся, не ранивый и грешный, не поубил меня с обеззаконием, а именно человеколепствовал, если обычный, и венечая нележащий, говозливый, умеясь, и ваеже утреннике, славословно, и державу Твоей, на ней, Владыка, посвяти мое, очень мысленное, отверзи моим стат, и решайте со славесем Твоим, и разумеете заповеди Твоя, и творите воли Твою, и пейте Тя во исповедание сердечья, и воспевайте все святое имя Твои, Отца и Сына, и Святаго Духа, на ней, Принст, и вобей Тебе, Бога, аминь, приидите, поклонимся Царем и нашему Богу, приидите, поклонимся Христу, Царем и Богу нашему, приидите, поклонимся и преподем к самому Господу Иисусу Христу, Царем и Богу нашему, мы кратко просто помолимся. Будьте Бога, аминь, святые угодники Божии, Игнатий Николай, Виктор Сергеев, Татьяна, ибо мы усядно к Вам прибегаем, скорым помощником, молитникам о душах наших. Благородица, Дева, радуйся, обрадуй на Марье, Господь с Тобою, благословен отружина, и благословен плодочи, лева Твоего, я хранила Иси Христа, спаса и избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, щаснага же, творящего Креса Господи, не оставь нас в бывающих мать. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови и достояния Твои, победа на сопротивное даруя, и Твое, сохраняя Крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помила Отца Мою духовного, родителя Сродника Метрополеты Леонова, mówили Тихий, Венимида Агапана, Диамида Тихона, Тuaisи, Священной Иоакимы, Павла Еоакимы, evssether, Семьес再by Василия, Михаила, Михаила Ивсила, Под HESK, молиться на патриархах Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнея, Александра и паспорных, и священнических и иночных священников, и вы, истины, служители миссионеров, христианам, мезыщенникам, иудеям, мусульманам, и мутистам, и путь наш доводит успешен, и сохрани посеянные нами от лютых волков, нещадящих стадо, и книги наши сохрани, и путь сделай наш благоуспешен. Во славу Твоего Святого, и имени, и сохрани нас, и животное, и транспорт наш. Да будут благословены все встречи, благослови этот дом приживущих и приходящих сюда, да бы имя Твое расслаблялось, и болящего брата нашей свергии. Умилосердит Господь, укрепи, дай силы все это перенести. И через его страдания нас научи благодушно принимать все, что Ты посылаешь нам, соразмеяя свои страдания с его. Ты умер за нас на Голгофском кресте, прожил причистую кровь. Ты искупил нас от смерти и ада. Слава Тебе! Ты сделал нас свободными в Тебе. Аллилуйя! Исполни нас Духом Твоим, Святым, чтобы нам быть Вадимым, Духом Божиим, чтобы мысли наши были о Божьем и о Небесном. Вечный Создатель. Мы временные, и так кратковременные. Научи нас ценить то, что Ты заложил в человека притворение, иметь общение с Тобою. Ты близок к сокрушению сердцем. Слава Тебе! Слава Тебе за прошедшую тихую мирную ночь. Утиши битеж Украины. Благослови правители Владимира Дмитрия Баракова. Слава Александра Рамзана и всех, которые не знают Тебя, вразуми. Дай им страх пред Тобою, чтобы они знали, что в ними есть Ты, Царь Царствующий и Господь Господствующий. Мы на милость Твою уповаем, Господи, предпочитая остаться всеми оставленными, но не Тобою. Слава Тебе, наш Господь! Хвала Тебе, Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Слава Тебе, наш Бог Иегова! Авва, Отче, свят, 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 Господь Собову! Вся земля полна славы и молитву. Слава Вышнему Богу! На земле мир, человек и благоволение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который Ты дал мне веру, в Тебя страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за день, в который Ты дал мне святую Библию, указав на толкование святых отцов, как на истину, воздай Михаилу Иоаннучу, с которым я это услышал. И благослови всех, трудившихся над моей душой и ее возрастанием. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Богородица, Пресвятая Богородица, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами Своими. И покроем оформлю любви от Ищи Силы. На всех этих мытнисах, таможнях, проведи нас. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога, а мне грешен, Ты столько лет меня храни. Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою помытарством, беди яновейте, вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креситель, критящий Христов, моли Бога, а нас. Господи, научи на жителей бедности, имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать. И каждому дару жилье Сергею и Гавриилу. Святитель Христов Никола Берликейский, Добрый архипастырь, в образ кротости воздержания, моли Бога, а нас. Благодарю за услышанную молитву о людях, о животах. Благодарю Тебя, Господи, что услышал молитву, вернул наши паспорта. Слава Тебе! И этого адрес, призывавшего нас, старавшегося, чтобы мы попали, и утишь, и все устрои, как Тебе угодно. Да бы имя Твое, святое, не хулило через жизнь наше. Аллилуйя, святая пророке, молитве Бога, она исполнит Господь Духом пророческим церковь Свою, дабы день прихода Твое наше отшествие не заставлено с ней готовыми. Но мы еще на встречу Тебе с горящими святильниками истинной веры, и сосудами полными, и лея добрый дел, соделанный в Духе Святом с любовью. Аллилуйя, святая Ангела, Архангела, Херубина, Серафина, Всенебесная Сила, Крестола Божия, предстоящая, молите Бога нас, святее всех вами, апостолов, и Петра, и Павел, и Авергелисты, Матфея, и Марк, и Луко, и Ан, молите Бога, а мы святые мужчины и мужчины, и имя Тебе, и Бога Роси, и Своих Аркций, и Своих Аркций, и Своих Аркций, и Своих Аркций, и имя Триц, и Тебе, и Тебе, и Тебе, и Своих Аркций. Молите Бога нас, дарит Господь, крепкую веру нам, чтобы, взирая на вашу кончину, подражали веры ваши, «дабы никто не принял чертание зверя» Антиכ benefiting следствий Святительны Христов Василии Грики, глиник Грибулия Богословия Аркалуска, и сесь Пятей, молите Бога нас, святые жённые дела, Вольвары и Ря artists, ати нас и Марина и святого бойца, все святые bare Тебе, молите Бога нас, дарует Господь послушаем и обмолчаем, целомутрием и стыдливым жённому делу, сохрани их от поругания, не упроди непокор Karen, семейство, и Господь, Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Прими, Господи, нашу молитву и воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Господи, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех западавших на молитве, о них, спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, и Владыка, слушай ты, слыши тарахну. Аминь. Ну что, отпускай барабан. Пошли. Я вчера пошел и думаю, как же так. Мама, блин, их давала урагану, то я забыл. Он пришел, там еще что-то стоит. Я говорю, да стану я их. Она там столько, если не скормила сейчас. Вот так. Всем передавайте, кого можем, мы вспоминаем, дорогой молимся. То брат Николай, то Виктор. Давай помолимся. Ну, у меня четкий. Здесь мы по одному поклону на все эти, а там мы по десять. Так. Помилуй меня, Боже, живущий под кровью Всевышнего и воздушующий Моих дарам так. И чтение Слова Божия. Наш путь благословен. Вот она рука. Сколько уже сделал? Мухи. Сколько уже сделал здесь? И свел же Господь и расположил. Совершенно невероятно. И это даже... Вот одно из чудес. Какое чудо. Чудо, что нам Господь вернул паспорта. Эта задержка была не случайно. За которую на нашем племяннии был, там, и говорит, после нас, который подал, и уже мужик выходит с паспортом. Они бы еще лежали тут месяц или больше. То есть кому-то хотелось, чтобы мы не пошли. То, что пробил Господь вернули, и в паспорте поставлена 30 мая, печатка-то, а она печать нехорошая. Хорошую не ставят, когда отказывают. Но они объяснение не дают. Если эта печать есть, если только уже сам консул что-то изменит, а так сейчас мы начнем, они будут крутить и вертеть. Я это знаю, у меня было. Вот. И это от Бога. Потому что вот рассказывал, там он какой-то был хороший наставник, Тихон там где-то, предположение, что отравили. А это все возможно. Потому что такие, как Березовский, рухнули, даже не видно. Мы и так достанем их, словом, если они расположены к этому. Хорошие люди-то. Я этот сесенец, вижу, как он старается отпускать, поджимали, чтобы в это время, когда я там буду. Уже назначали в разных местах, где... Ну, от нас не зависит. Никак. То есть мы со всем желанием. И притом, нигде этого нет. При въезде должен я купить таблетку. По-нашему, где-то 3000, что ли, таблетка. Собаки, чтобы от вшей, которых нету. Вообще. Собаки 3000 на таблетку. А мне на каждый день по 3000 кладу, я того мало. И посчитали, а они мало. Они не знали за счет сцепиции. Сисла нету. Вообще. Не того цвета бумажка. Глупости, конечно. Но нас Господь любит, и поэтому развернул. Поехали. Все. До свидания. Я с бритыми до никогда не приветствуюсь, не судьбуюсь. Но ты для меня не бритый. Потому что такое-то есть. Я даже на фотографии их отгоняю. Вот. Возьми у него. Снимает вас днодельный мир. Ручку мне дайте. Ручка есть где-то тут. Ручка есть? Да. Вот это вот как раз и у библиотеки. Да, чтобы одна бумага мне пошла, они на ней печать поставили, если можно. Сегодня у нас, наверное, четвертая уже, да? Четвертая. А! Да, да. Четвертая, шестого, две тысячи... Четвертая. Вот. Сначала с ними переговорить, чтобы они запустили в интернет. Они всегда проверяют экстремистская, неэстремистская литература. Папы дали бы миллионы сегодня, чтобы загнать туда, но нигде ничего нет. Ну, Бог просто закрывает глаза. Я знаю, кто это делает. Сейчас и Кемеровская епархия, и Тульская подсоединилась к ней. И они друг у друга воруют и гонят что угодно. И телесторионного братства, как похоже, там белое... То есть, что преподавали, у него там все застряло, это черная, заноза в мозгах. И звенящие какие-то кедры, Анастасия, то есть больше они еще не знают там. Ну, саэтология, конечно. А тут же показывают, как один другой архиерейк, патриарший к нам приезжает, вот сейчас на день деревни было, 11 мая, шесть священников московской патриархии, приезжают, на месте служат... Один дьякон. А? Один дьякон. Шесть священников. Дьякон. И служат все вместе в нашем алтаре, в потере Аевки такую даль валадится, тащится, и причащается, и приветствуется, и дальше продолжает свои дела. Я им просто говорю, что если мы еретики, а вы точно знаете, если еретикай молитесь, вас всех отлучать надо, а до нас нет, чтобы мы не еретики. И они не понимают, что делают. Это страшное поражение. Почему Исидор Пилосевод и говорит, ну, заранее уже, человек, если не расположен, вот, предвзятое мнение, оно дает неправильное мышление, а злоба вообще отнимает разум. Почему мудрость выше, она беспристрастна и нелицемерна. Мне нравится слово беспристрастно, это пристрастие. Что-то они могут лучше предложить? Нет. Даже поминя нет. Они не знают, что. Но это естественная борьба двух миров. Если бы на них смотреть, ну, как-то реагировать, то вообще жить незачем было. Такое не окружили меня аурой, как они говорят. Но не они, не они только на их друзья. Мы оправданы перед Богом. За них молимся каждый день. А еще Бог даст. Они друг перед другом. Они все боятся. Боятся страшных друг друга. И вот эта ложь московской патриархии в этом заключается. Неискренность между пасвой и священно-началием и вышестоящие которые помню в Омске Владимир там года назад были. В прихожке внизу сидим рядом священник посылает одного потом семинарист пошел чтобы принял нас на полторы минуты. подарить ему книги. Ни под каким видом закрылся и все. Да, мне интересу просто и то бы слышал а я сижу с книгами ну ладно отдам еще поднялся и пошел с книгами. Видал бояться. А перед ним который архиерей был у него отец Аким служил. Так он его на покой отправили Феодосия так он все патроны все все что было выключатели все ободрал абсолютно и оставил голую. И это говорит не кто-то наш епископ. Ну и заново пришлось все восстанавливать. Ну еще нам сравнивается одно другое. Нам Бог дал мы нигде ничего не обдираем а наоборот стараемся что-то приклеить. Пошли. С Богом братьям. С Богом. Так ничего не забыли? Мою зарядную мою зарядную взял? Я взял. который пойдет в библиотеку Сергей постарайся чтобы он заранее подготовился к почвам чтобы они были расположены конечно а если нет расположен найдешь кому-ка дать чтобы не пропало выше этого они ничего не будут иметь.